Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом европейский. Все лучшее в одном месте». Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдете эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. Воровского, 43. Особое мнение на 101FM. Мой замечательный постоянный гость Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Да, я думаю, что... Во-первых, да. Привет, Олег. Да, добрый день. Я думаю, что уже не гость, а, можно сказать, постоянный соведущий. Я бы так сказала. Да, кого будем приглашать в гости в следующий раз. Да, вот, кстати, может быть, стоит с руководством рассмотреть этот формат, да, чтобы мы с тобой кого-нибудь еще звали в гости. Думаю, будет интересно. Но это в другой раз обсудим. А сейчас мне интересно узнать твое мнение по поводу итогов визита господина Мединского в Киров. И журналисты твои были, и знаю, что это, в общем, собственно, тема статьи на второй полосе, равно как и тема обложки. Ну и кроме того, что у нас же перед домом Витберга случился бюст, вот, бюст Витберга, ну вот, я слышала, что очень беспокоились те, кто открывал, чтобы не ударить в грязь лицом перед высоким гостем, что бюст, значит, быстрее-быстрее, там, минут за 15 до его появления около, собственно, бюста взгромоздили. Ну, как-то очень-очень впритык, плюс ко всему, естественно, учитывая короткое время, его не было возможности закрепить, и сдергивая тряпочку, бюст мог навернуться. Ой-ой-ой, мы потеряли министра культуры. В общем, было страшно. Вот, но это, опять же, у меня нет совершенно конкретных подтверждений, это рассказывают братья-журналисты, вот, но я сама не видела собственными глазами, расскажи свое мнение по поводу происходившего в городе. Сам не был, не участвовал ни в одном из мероприятий, да, не читал, но, обсуждаю, из этой серии. Мне просто показалось, вот, то, что я видел и слышал, очень, вот, с точки зрения подачи для журналистов, очень все было как-то быстро-быстро-быстро, на бегу. Ну, собственно, у нас так и называется статья про бежка за Меденским, потому что поспеть было сложно, и было очень плохо слышно, о чем говорили. Хотя по тематике там посещений было, в принципе, понятно, о чем идет речь, да, из там пресс-релизов, которые затем рассылались, что речь идет, я так думаю, и это правильный такой формат, да, о поддержке нескольких проектов федеральными деньгами, то есть у нас есть проекты, они там уже в какой-то степени проработаны, это проект на базе Дома офицеров создания вот этого музыкального театра или органного зала, да, есть стоимость его, известно, там, 380 миллионов рублей, сейчас вопрос лишь в том, где взять эти деньги, если визит пройдет удачно, ну, на мой взгляд, там, все было хорошо, не считая, там, как ты говоришь, бюста Риттберга, где пришлось министру культуры даже вставать на носочки, чтобы снять ткань с свежего бюста, да, все остальное было очень замечательно, не было, может быть, каких-то таких больших открытий, да, и Дом Виттберга сам по себе не окончательно еще достроен, да, и судьба его пока еще не предопределена, кто там будет размещаться, но то, что эффект, ну, в смысле, давайте посмотрим, какой эффект будет после этого визита, придут ли деньги, потому что еще и на создание космического центра мы запрашиваем там немаленькую сумму 359 миллионов рублей, это уже уникальная вещь, да, которая бы для нашей области, для нашего города сыграла бы такую роль аттрактора. А ты же помнишь, как активно обсуждали, когда Александр Александрович Галицких презентовал эти проекты, и все это тоже там не один день обсуждалось, когда как раз вот по поводу музыкального театра была эта придумка, ну, в общем, неплохая, на мой взгляд, и когда вот эта идея уже с отобранным макетом космического этого музея, тогда, по-моему, речь совершенно однозначно велась о том, что, дескать, деньги-то мы будем брать у федералов, а сейчас позиционируется это так, что постарались министра культуры убедить в необходимости федерального финансирования. У нас тут предстоит, во-первых, чемпионат мира по футболу, да, и Олимпийские игры еще ближе. Это первостепенные объекты федеральные, а с бюджетом-то на самом деле не все так хорошо, иначе бы не пересматривали систему пенсионного обеспечения там и прочее. Поэтому в федеральном центре тоже с деньгами не ахти. Наш бюджет областной вообще очень сложен, да, и об этом говорили не раз, что за счет своих денег мы точно не сможем эти объекты в ближайшей перспективе сделать. Поэтому вот это такой формат очень принятый, когда мы приглашаем министра, показываем ему какие-то вещи, которые у нас уже есть, там есть чем похвастать, слава богу, и просим о... вроде как для федерального центра это не велики суммы, но тем не менее это все равно там значительно, и я думаю, что просто под вопросом были эти проекты. В ближайшее время не приедь Владимир Мединский, может быть, они совсем бы отложились на несколько лет. Так тут смотри, эпопея-то какая, если, допустим, космический центр еще действительно, может быть, под вопросом орган-то надо забирать, потому что тут ситуация уже вообще ведь никак. Он же предложил во время встречи, там, говорит, а почему бы не объединить католиков и органный зал? На что там... да, да, ну нет, там действительно ситуация непростая, потому что... Нет, я помню, что народ-то был против этого. Существование этих двух вещей, оно, в принципе, по логике должно было бы произойти, да, но тогда непонятным становится, кто несет бремя обслуживания этого здания. Оно все-таки уже там, вот я внешне, по крайней мере, смотрю, оно не в самом лучшем виде. Ну, конечно, пора уже, да, что-то будет сделать. Ему и реконструкция нужна, и ремонт. Если делать их сейчас за областные деньги, то вопрос, а что ж тогда мы их потратили, да, и передаем, вот, и эффективно для использования этих средств. Поэтому вопрос надо решать в ближайшее время, и поэтому этот вопрос так актуален. Не столь важно, что у нас там появится музыкальный театр или органный зал в другом месте или не появится, сколь то, что есть определенные сроки, в которые мы должны уложиться и передать это здание Александровского костела местному католическому приходу. Ну, я надеюсь, что если, допустим, даже какие-то будут финансовые сложности, не будет католический приход торопить, там, выносить орган быстрее, быстрее, потому что я так понимаю, что быстро хорошо не бывает, а орган уникальный, тут не дай бог чего. Как раз примерно год назад это все озвучилось, первый раз я вспоминаю, на общественном форуме, на гражданском форматах круглого стола. Это тогда было, конечно, большой фурор вызвало, да, и это идея создания там улицы Спасской, как центральной такой оси города Кирова, по которой приятно. Пешеходные. Пешеходные. Вот про пешеходную зону как-то сейчас приутихли разговоры, да, есть участочек пешеходный, и как бы этим ограничивались, а вот про дом офицеров все-таки, и он-то разрушается, да, и ему-то нужны сейчас наложения. Чем дольше это продлится, тем больше денег потребуется. Это точно. И последнее, что хотел спросить, как считаешь, вот то, что было совершенно не слышно журналистов, журналистам не было классического, ну, какого-то там оборачивания с некими там пассажами, комментариями на знаковые темы от министра, связано с тем, что он министр молодой, как министр молодой, то есть в том плане, что нет еще вот этого вот навыка, да, что журналистам тоже что-то надо сказать, и поэтому там между собой что-то жу-жу-жу-жу и побежали, да? Ну, возможно, это требование службы протокола его было, да, что вот мы делаем две точки, где с журналистами происходит общение. Ну, так там общение тоже, исходя из вашей статьи, было ни о чем, там преимуществующие три фразы, и все. Вот, на входе просто непонятно о чем спрашивать, видимо, на выходе уже там все рассосались и разбрелись, чтобы делать сегодняшние выпуски новостей, я телевизионщиков имею в виду, потому что время было уже позднее, и картинка на улице в темноте, это не самое лучшее, да? То есть где-то посредине, может быть, был бы смысл еще раз там заявить, особенно на такие ключевые темы, на темы, которые как раз требуют привлечения федеральных средств. — Вспоминаю просто визит минувшего министра культуры, там-то, в общем, останавливался часто, говорил многое, слышали все. — Видишь, какой у нас культурный город, к нам министры культуры ездят, просто как на работу, с завидной регулярностью. — Нет, это здорово. Министр спорта еще скоро, хорошо бы приехал. — А, хорошо бы? Ну, я думаю, что почему бы и нет, тут у нас по части спорта есть, в общем, чем гордиться там всякие. — Ну, в том-то и дело. И, может быть, ускорились бы, потому что... — А кто у нас министр спорта? — Денег, насколько я знаю, на легкоатлетический манеж тоже на сегодняшний день нет, не заложены в бюджет. — То есть мы зовем министров чисто бабок попросить? — Ну, а что делать, если своих бабок мало? — Что ты думаешь по поводу истории, тянущейся давно? Ну, как минимум, кулуарно, это вот не соврать бы, ну, года-то два, да? Помнишь точно то, что касается вузов? Насчет объединений. Очень сильно переживал, помню, Пет и Политех. Ходили кулуарные разговоры, что их хотели сливать. Там столько разных было разговоров неоднократно. Теперь, значит, на федеральном уровне опять, на уровне министерства образования разговор пошел об эффективности вузов. И я так понимаю, что, наверное, очень себя чувствовали неприятно наши пета-сельхоз. Потому что... И, кстати, почему именно над ними висел некий Дамоклов-меч по вопросу эффективности их либо неэффективности? Ну, там критерии были так построены, что оценивалась нереальная эффективность на выходе, да? Куда идут студенты, трудоустраиваются ли по специальности? Насколько эффективно потрачено бюджетное средство? Сколь там на входе? Каков результат по ЕГЭ? Сколько привлечено иностранных студентов? Каковы площади общие вузы? То есть вот пять критериев, они несколько, на мой взгляд, не совсем соответствуют показателям эффективности. На эту тему можно спорить. И это мое особое мнение. Собственно, так программа и называется. Почему тебя и спрашивают. Они сами по себе спорны. И потом, я вот в сегодняшней ситуации, то, что произошло и то, что отстояли петы и сельхоз, это, конечно, хорошо. Как самостоятельный вуз. Никите Юрьевичу в ножке поклон, на самом деле, говорят, что, в общем-то, он отстоял. Ну, вот, поговаривают эксперты, на самом деле, и наши, кого мы опрашивали, что вопрос еще не окончательный и все еще может случиться. То есть, ну, как минимум, он отсрочку хотя бы взял. То, что касается объединения, этот вопрос с повестки дня не снимается. Только непонятно по-прежнему, кого с кем? Нет, почему? Или понятно все равно. В смысле, кого под кого? Кого под кого загоняют, да, то есть, кого с кем? Менее эффективный и под более эффективный, наверное. А даже если они вот, ну, смотри, спецификация же все равно у вузов есть. И вот как кого-то под кого-то загнать, это же все равно размазывать, ну, как сказать, структуру главенствующего вуза, который типа, вау, эффективный. На самом деле государственный университет, он подразумевает массу разных направлений, да, и с этим-то как раз проблем нет. Другое дело, что идет разговор, если вы эффективны, как университет, который поставляет кадры для образования, то, может быть, есть смысл вернуть прежнее название и прежнюю спецификацию по поставке учителей в школы области и сосредоточиться именно на этом. Потому что многие специальности гуманитарного направления, они уже есть и в Вятском государственном университете, кроме педагогических. Ну, вот это как вариант. А то, что меня несколько так удручило, там есть еще филиалы, филиалы разных вузов, которые закрываются. И если ВятГУ отстоял свой филиал в Кирово-Чепецке, потому что это необходимо, кадры для Уралхима, для химического кластера в целом, там, галополимера, хоть он и признан неэффективным, да, то Вятская сельхозакадемия не смогла отстоять свои три филиала в Налинске, Яранске и Котельниче. И это печально. Это значит, что и так-то со специалистами плохо. Представь, специалист из района приезжает в Киров, учится в сельхозакадемии пять лет. Ты думаешь, он вернется куда-то к себе в район? Да я глубоко сомневаюсь. Очень небольшой процент. А когда он заканчивает филиал где-то в Налинске или в Яранске или в Котельниче, шансы эти велики, да, что он вернется к себе в хозяйство. Он, скорее всего, вытучится заочно. Он может жениться за это время, он там рядышком, да, да. И так далее. То есть, вот это, конечно, печально, и это значит, что в сельском хозяйстве мы скоро недосчитаемся. Очень многих специалистов, зоотехников, ветеринаров, агрономов, да, их и так было немного. Их и так было всего ничего. Инженеров, механизация. Вот это ты прямо меня, прямо вот ты прямо меня. Ну, вот это печально. То, что касается филиала Пермского института культуры, ну, откроется у нас факультет культуры в Ядгову, ничего страшного не произойдет, предположим, да. А вот то, что касается сельхоз направления, здесь, конечно, вряд ли политех в ближайшей перспективе этим займется, а у сельхоза филиалы закроются. Ну, такое вот у меня мнение. Я думаю, что это не на пользу точно нашему сельскому хозяйству. Ведь сколько денег не вбухивают. Сейчас самая главная проблема у аграриев, одна из самых главных, это не отсутствие денег, а отсутствие толковых кадров, которые эти деньги могли бы реализовать с пользой, да, эффективно. И те председатели колхозов, им просто памятники надо ставить, да, которые сейчас до сих пор тянут на себе эту лямку, выкручиваются как могут, и все меньше и меньше, они уходят, а молодежь не пойдет туда. Потому что это, ну, торговлей заниматься гораздо интереснее и привлекательнее, чем сельским хозяйством в глубинке. Да, что-то прямо как-то грустно сразу стало. Хочу отвлечься, вернуться. Ну, в любом случае, все сегодня затрагиваемые темы отображены в свежем номере газеты «Бизнес-новости». Меня заинтересовала колонка редактора. Коли это колонка редактора, это, собственно, как бы твоя прямая речь, посему даже не буду вопросов задавать, давай лучше ты просто обозначишь. Ну, вот тут речь идет о гражданской платформе Прохорова и, собственно, взаимодействие ее с ней, точнее нашего губернатора. Вот давай, я говорю, поскольку колонка редактора представляет в себе прямую речь, просто ты немножко обскажешь, что ты хотел этим сказать, чем нежели я буду формулировать. Я просто сделал предположение, что, коль скоро выборы у нас, как бы губернаторские, это одни из самых крупных выборов вообще в ближайшей перспективе, потому что президентские прошли, в город-дминистрацию прошли, в ЗАГС-собрание прошли, будут только муниципалитеты небольшие, да, для чего создается рекотделение гражданской платформы. Я думаю, что не только для того, чтобы поучаствовать в небольших выборах, в выборах глав поселений и глав муниципальных образований, но в том числе и для того, чтобы попытать счастье на губернаторских выборах. Тем более, что Прохоров у нас, насколько я знаю, набрал, стал по Кирову третьим, подвинув и Владимира Вольфовича Жириновского, и Сергея Миронова, да, то есть людей с богатым политическим прошлым и настоящим, да, и набрал 12% голосов. Очень неплохо, очень недорно для старта такого, да, и поэтому его партия, она тоже имеет неплохие перспективы, то есть есть люди, которые требуют определенной позиции, позиции созвучной. И здесь-то как раз интересно, что Никита Юрьевич поехал на съезд, и говорили об этом федеральные СМИ, местных там было немного представителей, да, в основном сами члены вновь образованного рекотделения партии. Вот, и одному богу известно, с какой целью он туда ездил, но нет, на самом деле озвучилось, что он ездил как раз продвигать проект местных инициатив, это один из наиболее успешных проектов, реализованных в области за последние годы, за последние три года, потому что гражданская платформа, она создана как раз, ее основная идея поддерживает те благие начинания, которые зарождаются в обществе. Какие-то гражданские проекты такие вот, на активизацию населения, жителей. И я думаю, что Никита Юрьевич ездил в том числе заручиться поддержкой Михаила Прохорова, да, и чтобы ему было от какой партии идти, потому что Единая Россия, с Единой Россией вряд ли пойдет Никита Юрьевич. Да, это, ну, как говорится, мы-то с вами понимаем, какие будут, наверное, варианты по Единой России. Шансов немного, да. Что касается коммунистов или тех же справедливоросов, это совершенно другая позиция. Это позиция такого социального государства, государства-патерналистского больше, которые заботятся о незащищенных и так далее, но в меньшей степени активизация какой-то гражданской активности. Хотя не без этого, да, то есть я не скажу, что там справедливая Россия против гражданской активности. Ну, а лейтмотив основной вот как раз... ВПР не по пути. Партии Карлики, это как бы мелко, появляется гражданская платформа. А ты почитал немножко? Я просто вот даже не в курсе их какой-то там программы, их какой-то идеи основополагающие. Ну, изначально партия создавалась как партия нового типа, что мы не будем создавать там большой аппарат, а будем привлекать людей, которые... Ярких, харизматичных. Харизматичным людям, которым нигде больше места нет ни в одной из партий баллотироваться на выборы, но потом свое мнение несколько изменили и сделали партию традиционной. С рекотделениями, там, со штатом, с бюджетами и так далее. Но, тем не менее, идея поддержки харизматичных, интересных, прогрессивных идей, она осталась. Да, то есть в эту партию могут войти люди, заявиться и пойти от нее, даже не являясь там членами этой партии. То есть членство абсолютно не важно. Важна гражданская позиция и желание что-то менять в этой жизни, желание модернизировать и желание сделать Россию, конкурентоспособной страной. Вот это вот основная, насколько я понимаю, позиция этой партии. И поэтому это очень уместно, что для меня, на мой взгляд, было бы уместно, если бы Никита Юрьевич шел как раз от гражданской платформы на выборах. Возможно, что это будет не так. До выборов, заканчиваясь тем, что еще до выборов 2014 года нужно дожить во всех смыслах. То есть у нас тут и конец света на носу в конце этого года. У меня даже у одного хорошего знакомого 21 числа, день рождения, он говорит, ох, надо отметить, говорит, день рождения. Это так, чтобы по полной программе, чтобы конец света наступил хотя бы в этом плане. Продолжая разговор о губернаторе, стало тоже темой яркого обсуждения высказывания Никита Юрьевича в ЖЖ. Да, в ЖЖ он прокомментировал все вот это вот по этому поводу. Он ответил на публикацию в «Известиях» о запрете главам регионов пользоваться соцсетями. Там Твиттер, по-моему, как раз был конкретно. Да, здесь просто вот в моей, так сказать, в моей распечатке идет пользоваться соцсетями. Но вот то, что касается соцсетей, я, в общем, ну, так сказать, тоже поглядываю. Там-то, в общем, вполне уместно Никита Юрьевич появляется. А вот насчет твиттерианства или твиттеризма, я не знаю, как там, кто это самое, тут разные есть у людей позиции. Я даже не знаю, с какой больше согласиться, потому что иногда мне тоже кажется, что есть лишняя информация от главы региона, что он, нет, здорово, что он так близок к народу, но иногда хочется так и сказать, что не до такой же степени. Потому что есть какая-то информация, которая совершенно ни к чему знать, там, в каком настроении человек стал, или там, сколько он сегодня спал и так далее. Это вот, как говорится, там, не ваше собачье дело. Вчера случайно нарвалась, переключая каналы на интервью Лепса, ну, там что-то в виде исповеди. И вот там тоже, значит, пытаясь запараллелить, там, когда он говорил, там, да какое вам дело, там, пью я, там, или, там, колюсь, там, или еще что-то. Пою хорошо, вам нравится и так далее. То есть здесь-то тоже, в принципе, должно быть, там, да, по делам его судите. Сначала успевай делать свои основные дела или нет, а потом уже все остальное. Да, то есть, ну, а тут получается, что успеть-то успел, ну, а потом говорят, а я вот при этом при всем не спал. Ну, вот, ну, не надо людям, мне кажется, об этом знать. Это личностное. Ну, на самом деле, ты думаешь, большой процент населения реально ходит в Твиттер и смотрит, что пишет губернатор? Ну, я думаю, что это ключевые, ключевые люди, то есть люди, которым интересно, что происходит в политике. Там же потом преподнести это все тоже могут, как хотят, в том-то и дело, потому что человек-то, в хорошем смысле слова, там, с простой души или, там, ну, с какими-то нормальными, благими целями поделился. А тот пласт населения, который все переворачивает с ног на голову, не пласт населения, те точечные кандидатуры, да, потом из этого делают какую-нибудь неприятную штуку для него же самого. То есть, вот, только в этом смысле. То есть, это защита губернаторов, не спрося мнения губернаторов? Ну, может быть. Причем, мне интересно, от кого отталкивались. Я вижу очень тревожную штуку. Это, опять же, ограничение свободы общения, да. То есть, теперь уже и на уровне губернаторов, да. Главы регионов, на мой взгляд, должны сами определять, каким образом строить коммуникации. Если людям не нравится, они это выскажут, да, через протесты и так далее. Но какое дело администрации президента до вот этих каналов общения? Да, вот общайтесь так, не общайтесь так, пишите пресс-релизы, а будут ли эти пресс-релизы читать? Да, вот эти скучные, неинтересные сообщения. Так точно так же написал Никита Юрьевич, мне это очень понравилось. Можно тогда все общение с внешними аудиториями свести к пресс-релизам? Поможет ли это улучшение взаимодействия между властью и обществом? Сильно сомневаюсь. И потом, не забывай, благодаря этому, фактически, там, у нас уменьшаются расходы, собственно, на информирование. Да. Они у нас и так немаленькие, да. Но, по крайней мере, не надо специально, там, нанимать человека, который будет писать эти пресс-релизы, который будет их, там, здесь есть прямой канал общения. И люди, там, журналисты и так далее, они получают информацию из первых уст, причем это точно достоверно известно, что пишет это не какой-то пресс-секретарь, да, а глава региона. Да, а вот насчет официальных сообщений в Твиттере, у меня большие сомнения, что глава региона будет их сам лично отправлять. И это значит, что у нас опять увеличиваются кадры, увеличиваются, там, чиновничьи структуры, зачем это, в общем-то, нужно. Ну, Никита Юрьевич, конечно, умница и с чувством юмора у него прекрасно. Мне очень понравилось на предмет того, что он считает, что уж что и стоит запретить губернаторам и другим чиновникам, так это пение в караоке. Но тут единственное, что хотелось бы знать, он на кого-то ссылается конкретно, но, судя по смайлику, наверное, он кого-то конкретного имеет в виду, и кто прочитал, тот понял. Еще мне очень понравилась последняя цитата, чтобы уйти на рекламу и потом продолжить дальше. Значит, цитирую. С сегодняшнего дня буду писать только серьезные твиты, вдумчиво и обстоятельно, не как обычно, осознал, медленно и печально. Написал вчера губернатор одному из своих фолловеров. Хорошо, мне понравилось. С чувством юмора у него прекрасно. Сейчас прервемся на короткую рекламу, потом продолжим. Особое мнение на 101FM Мы продолжаем. Сегодня в эфире беседуют, я не буду говорить больше о сегодняшней гости. В эфире сегодня присутствует Олег Прохоренко и Антонина Тихомирова. Давай будем так позиционироваться. Главный редактор бизнес-новостей. Зачем ты это сказал? Сейчас может ругаться, начнет начальство. Мне очень понравилась очень важная тематика, которую вы затронули в круглом столе. Тема, которая никак не закончится. И, наверное, оправданно она не закончится, потому что не достигли какого-то результативного финала в этом разговоре. Речь идет о том, что кировские товаропроизводители и ларечники объединяются в холдинг «Все для вас». Киоски планируются расширить до павильонов, продавать в них продукцию местного производства. Вообще очень здорово. Очень классная тема, на самом деле. О запуске проекта заявили руководители Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турула и предприниматель Владимир Журавлев. Речь у вас, насколько я понимаю, исходя из высказываний остальных спикеров, идет о том, что не закончится ли одними только политическими заявлениями по борьбе с федералами и так далее. И вообще, к чему это все может прийти. Резюмирую немножко. Очень важна вообще тематика и много тут интересных спикеров было. Что по этому поводу думаешь? Ну, если тазисно. Во-первых, проблема основная нынешних товаропроизводителей вятских заключается в том, чтобы попасть на полки федеральных сетей. Что будет в перспективе... Их у нас две, в общем-то, да, сети. На сегодняшний день, да. Две вошло в область. Что будет в перспективе с теми региональными сетями, ритейлинговыми, в перспективе 5-10 лет, не совсем понятно. С региональными именно? Со своими? Да, дай бог, чтобы они все-таки выжили и остались самостоятельными, и начали экспансию в другие регионы. Я все понимаю. Человеческая сеть у нас одна. Но, тем не менее, ходили слухи уже, и я думаю, что они не совсем были лишены основания об уходе еще одной региональной сети. Ну, это было, если помнишь, там, зимой нынешней, да, вы говорили, что вот Красногорский якобы уже собирается. Но, слава богу, это не оправдалось, да, и... Ну, разговоры ходили, я понимаю. Да, разговоры были. Всегда, когда они ходят... И чем меньше остается региональных сетей, тем меньше вот этих вот возможностей для товаропроизводителей выходить на рынки. Понятно, что это необходимые условия, там, то есть жестче вход, нужно себя держать в ежовых рукавицах и по упаковке, и по графику поставки, по качеству и так далее, и так далее. Да, то есть это тоже хорошо, это тоже большой плюс. Но, тем не менее, многие наши производители, они могут остаться вообще без прилавков. И в этом смысле какая-то вот такая региональная сеть, она была бы... Ну, сеть именно товаров, сеть формата магазинов у дома, она не так развита у нас. Да помнишь, мы тогда с тобой как раз разговаривали. Ага, вот магазинчики у дома. Она, конечно, провалится. Ну, в смысле, нужда в ней должна еще более вырасти, да? Ну да, ну да. Но здесь, и что меня удивило, когда мы разговаривали с разными спикерами, оказалось, что даже там областная власть в лице главы департамента развития предпринимательства и торговли Павла Ануфриева, Ануфриева осознает и поддерживает эти начинания, но дословно главное препятствие на пути создания холдинга неготовность администрации города Кирова выделять земельные участки для размещения на них торговых объектов, входящих в состав холдинга. А спикера от города, ну, Журавлев у вас, в принципе, депутат городской думы. Хотя он, да, депутат городской думы, и не было, к сожалению, не получилось взять кого-то из представителей региональных сетей торговых. Получилось, да? Отказались? Была нужда, но, к сожалению, не удалось, потому что было бы интересно их позицию узнать, насколько эта сеть магазинов у дома могла бы им там составлять конкуренцию или, наоборот, помогать в какой-то степени. Вот, на самом деле Владимир Журавлев говорит о том, что он стоит у истоков вот этой идеи, сеть магазинов. Как раз вот этих магазинчиков, да. Все для вас, что вообще ассоциация придумана искусственно, ими, да, для того, чтобы получить землю. Крубо говоря, для того, чтобы иметь доступ к земле, потому что ассоциациям городадминистрация проще будет выделять, ну, как бы, механизм выделения земли чуть упрощается, чем индивидуальным предпринимателям в отдельности, единоличным, да. Кроме того, есть еще подобное же веяние. Вот несколько спикеров говорили о том, что есть идеи, и эта идея постепенно реализуется под эгидой руководителя бизнес-инкубатора Льва Давидовича Шварцблата. То есть эти идеи, они витают в воздухе, это значит, что неминуемо какая-то из сетей все-таки появится подобная. В этом заинтересованы производители. В каком это виде произойдет, там, пока не совсем понятно. Самое главное, чтобы городская администрация проявила хоть какой-то минимальный интерес, да, и все-таки пришли к соглашению, что нужно выделить землю, установить определенные нормативы, установить там, как это будет визуально выглядеть, как эти мини-магазины будут смотреть, чтобы это не было убожеством, которое представляли собой ларьки, чтобы это было удобно жителям города Кирова. Да, то есть здесь нужно сесть за стол переговоров и договориться, чтобы это было удобно всем, и региональным торговым сетям, несомненно, тоже, чтобы они не вставляли в палки, в колеса, а были заинтересованы, и городадминистрации обязательно, и тем представителям малого бизнеса, которые сегодня остались не у дел, да, у них отняли там торговлю пивом, торговлю сигаретами, их не включили. Ну, почти отняли, да, сигареты до когда, до января? Ну, там, по-моему, до января, и не включили в схему размещения. Что им делать, да, то есть люди потеряли торговые места, заниматься продажей, даже если были эти торговые места, пока непонятно, в каком формате продавать продукты питания, и, опять же, нужен контроль со стороны властей, чтобы это были не просроченные продукты питания, чтобы они были там хорошего качества, свежие и так далее. То есть вот здесь нужно тесное взаимодействие, пока, к сожалению, не получается такого наладить, и чем быстрее это произойдет, тем лучше будет нам, жителям города. Вот такой вот вывод. Хорошо бы кто-то, чтобы, ну, кроме Валерия Турула, действительно, вот, добился этого стола переговоров, потому что тогда все это сможет... Осталось времени чудовищно мало, но очень хочется хотя бы краем зацепить важную тему, все написали уже тоже СМИ по поводу чудовищного случая, когда фельдшер не оказала помощь пострадавшему в ДТП в Мурыгина. Она будет уволена, слава богу, что ситуацию раздули в хорошем смысле слова, но тут... Но закончилась все трагедией для человека там из-за выезда скорой позднего. Это да. Я знаю, что тебе есть что сказать. Мы это с тобой там и в рекламную паузу обсуждали, поэтому давай, чтобы ты успел. Я вижу очень главную проблему. Там Елена Утемова, действующая глава Департамента здравоохранения, сказала о том, что нужно создавать единую диспетчерскую службу. Действительно, огромная проблема. Особенно, когда ты выезжаешь на автомобиле куда-то в район. Во-первых, я до сих пор не знаю, по какому телефону мне звонить. Все, что наши дети с тобой не знают. Вот чего. Ты помнишь, как нам вколачивали? 0-1, 0-2, 0-3. Каковы шансы, что я позвонив там в какой-нибудь пижанке на этот телефон, меня просто не... В пижанке. Хорошо, в слободском. Меня не бортанут, просто не скажут, а вы звоните в местную скорую помощь. А не дай бог там кто-то, извини, при смерти. Речь идет о минутах. Да, и поэтому вот нужна единая служба спасения. Хоть говорилось о ней очень многое время продолжительное, да, говорили, что будет действовать этот телефон 1-1-2, по-моему, 112 или... Ну вот что-то было такое. ...но 9-1-1, но не работает. Увы, к сожалению, не работает. Я помню, что раньше, помнишь, даже она всплывала, сколько-то они пытались ее ввести. Вот обращал, может быть, внимание, когда у тебя сеть уходит куда-нибудь, вот сотовая, и там было типа только экстренный 112. Помнишь, такая торчала надпись? Вот за границей это действует так. У тебя денег даже нет, но ты можешь набрать в Германии 1-1-9. Каждый знает. Ты звонишь, отключенный телефон, да, и дозваниваешься. Я тебе говорю, когда сотовая сеть еще не была так развита, как сейчас, эта схема действовала. Сейчас она действует, перестала. Когда нет сети, просто у тебя нет сети, и все. Больше не пишется экстренный 112. Это службы там федеральные, региональные, но к какому-то единому мнению, единому знаменателю надо прийти. Это жизнь людей. Но глава департамента, собственно, поддерживает эту точку зрения? Она считает... Она сказала, по крайней мере, что будет создана такая служба, единая служба скорой помощи, да? Но она должна быть не только скорой помощи. Там должны быть и пожарные, и ГОЧС, и полиция. Все-все завязаны на один телефон, понятный, известный каждому школьнику, который он может набрать в любое время. И его сразу переведут на нужного диспетчера. Это тоже деньги, это техническое оснащение. В общем, это все... Я говорю, жизнь каждого человека стоит вот этих денег, понимаешь? Ну, хоть задумались об этом, и то хорошо. Опять, как всегда, не успели все обсудить. Очень с тобой всегда интересно обсуждать темы. Ну, думаю, что не за горами следующая беседа, а мы пока обдумаем, может быть, действительно нам третьего приглашать. Хотя у нас с тобой-то не хватает времени все обсудить. Огромное спасибо всем за внимание, всем удачной недели. А в студии работали Олег Прохоренко и Антонина Тихомирова. Спасибо всем за внимание. До свидания.